Прежде всего, отличительные особенности. У насосов именно мембранного типа является способность работы без воды. Иными словами, эти насосы без особых последствий могут работать на сухую. Другой очень важной стороной можно отметить способность создавать и удерживать в системе довольно высокое давление, что делают эти насосы незаменимым звеном в автономных системах водоподачи. Сейчас в моих руках простая и небольшая помпа производителя Шурфло. Помпа эта имеет производительность 1 галлон в минуту. То есть это приблизительно около 4 литров и рабочим давлением 30 фунтов на квадратный дюйм. То есть приблизительно это 2 атмосферы в пересчете на наши единицы. Помпа снабжена резиновыми амортизаторами, чтобы вибрация непосредственно с помпы не передавалась на корпус. И помпа в этом случае работает много тише и без шума. Если разобрать корпус помпы можно увидеть датчик давление в первую очередь, то есть это элемент автоматизации по достижении определенного давления помпа должна отключаться. Далее мы видим камеру насоса, мембрану, то есть мембрана состоит из таких резиновых пятачков, которые вибрируют от эксцентрика, который в свою очередь вращается ротором электродвигателя. То есть здесь это все хорошо видно. Ротор вращает эксцентрик, вибрация от эксцентрика передается на мембрану, то есть получаются пульсирующие движения и создается давление в камере насоса. Как видите все просто и надежно. Сейчас вы видите несколько более мощный насос также на 12 вольт, максимальное рабочее давление этого насоса на 4,1 атмосферы и производительность уже 20 литров в минуту. Насос укомплектован предохранителем, который защищает двигатель мотора от перегрузок, то есть обыкновенные автомобильные плавкие предохранители. Купить такой можно в любом автомагазине. В основании помпы видно радиатор теплоотвода. Помпа оснащена съемными фитингами. Сейчас я вам покажу как они крепятся и как они фиксируются на данной помпе. Здесь все предельно просто. До упора фитинг вставляется в корпус помпы и дугообразными фиксаторами фитинг фиксируется. Все очень просто. Вам останется только подключить помпу к вашей системе водоснабжения. Ставятся заглушки, то есть это заглушки непосредственно для хранения. Это уже помпа другого производителя Surge Flow. По маркировке мы видим, что это модель 702, то есть производительность у нее 11 литров в минуту, давление 1,7 атмосфера, то есть высота подачи воды примерно около 3 метров. Давайте посмотрим поближе эту помпу. Все характеристики выведены на информационной таблице, очень хорошо читаемы. Как видим, здесь метод крепления фитингов немного другой. задвижка слайдер, убираем резиновые заглушки, вставляем на вход входное отверстие, вставляем фильтр очистки воды. Фильтр уже идет в комплекте с помпой. Продавливаем и ставим бумажку на место до щелечка. Все готово. Сейчас выбираем фитинг нужной геометрии. Это у нас будет точка входа воды. И, соответственно, на выход также добавляем фиксированную его замочком. Включаем помпу в систему водоснабжения. Правильность подключения всегда можно проверить по стрелкам на корпусе помпы. Продолжение следует... хотелось бы обратить ваше внимание на такой вот готовый комплект в одной коробке мы можем приобрести комплект идеальный для сборки палубы катера или яхты очень эффективна эта система для тех кто занимается рыбалкой потому что лучшего способа очистить палубу от чешуи крови то есть просто не существует именно водой под давлением все это смывается и не требует никаких лишних движений вот центр системы конечно это водоподающая помпа мембранного типа шуфло то есть дополнительно никаких лишних там деталей нету то есть это помпа это фильтр отстойник это шланг и это распылитель то есть все это очень достаточно просто встраивается в систему подключается к бортовому питанию и вы получаете очень удобный комплект которым воспользоваться можете любую минуту помпа устроена так что в этой системе давление то есть нужное давление оно доступно практически в любое время в любую минуту и в любую секунду как только вы нажимаете спуск сразу же моментально получаете напор воды это очень удобно этим логичем пользуются Субтитры сделал DimaTorzok